палата номер шесть смотрите какой я магазин нашла чердак называется да подожди давай марина давай марина грустное лицо ты должна по щелчку просто грустная хорошая веселая там я не знаю еще какой-нибудь искусство будем там фоткаться или нет марин позе кисулькин иди сюда мы тут не пройдем так что будем 30 фото делать вот и и и и и и и и А вот у нас, где делают мороженое. Погода суперская, только для речки. Потому что в городе невозможно в такую жару находиться. Как вы думаете, что здесь происходит? Смена крана! Вот такой вот у нас бардак. Сегодня такой странный день. Поехала в торговый центр. Зашла в магазин Sunlight. И просто меня час никто не обслуживал. Я уже там думала, буду рвать и метать. Ждала, как примерная тварь. Понимаете, вот просто по-другому не скажешь. Я ходила по торговому центру без задней мысли. И вспоминаю, что мне нужно ехать к врачу. Я как раз возле больницы. И в итоге я вызываю такси. Жду его минут 20, а то 25. И что вы думаете? Сейчас? Нынче таксисты из 90-х. Куда все пацаки из 90-х делись? Они в такси. Это капец. Сидит предоголовый чувак. Я бы на это вообще не обратила внимания, если бы он мне не стал хамить. Не то, чтобы даже хамить. Короче, если бы он не стал выебываться. Вот так. Я вызывала, получается, на один адрес. А когда уже вспомнила, то, получается, нужно по другому адресу ехать. И я, садясь в такси, ему об этом сказала. Он, а что мы будем делать? Я просто не думала, что это настолько проблематично. Поэтому я у него это и спросила. Как бы это проблематично, что ли? Он, нет, типа, я не знаю, по стоимости, что, как, куда. Я говорю, я тоже вам ничего не подскажу. И в итоге он такой, ну, 200 рублей, типа, накинете. Ну, как бы я поняла сверху. Поэтому я у него переспросила. Говорю, это сверху, что ли, за то, что поменялся адрес всего лишь. Он, нет. Я такая, ну, ладно, я поняла. И тут он заявляет, в отличие от некоторых, я в облаках не летаю. Как бы, да, ничего такого. Но я и так вся на нервах, потому что я, ну, просто у меня вылетело из головы, что мне нужно к врачу. А я не успеваю уже, потому что я ждала такси, блин, 25 минут. Ой, короче, это капец. Он меня так довел. Вот просто, понимаете, я вспылила и думала ему, сейчас как выскажу, как выцарапаю глаза. Но нет, короче, еле себя успокоила, потому что я завелась. И, соответственно, началось... Начало мне тошнить, короче. Он вел, как кретин. Я ненавижу таких вождунов. Теперь вот стою в парке, отхожу и отпиваюсь водичкой. Потому что сейчас мне ехать снова в транспорт, и я не хочу, чтобы меня вырвало. А я, выходя из такси, вообще еле-еле себя сдержала, чтобы не блевануть. Сори, кто кушал. Сегодня явно не мой день. Ещё и водитель маршрутки попался. Больной. Тормозил так, что люди улетали с задних стоячих мест наперёд. В общем, мне снова плохо. До этого я немножко успокоилась. Но теперь снова плохо. И что вы думаете? Я целый день прождала азовщика. Никто не пришёл. И потом я вспомнила, что мне нужно в банк срочно. И забрать шторы готовые. Вот, я лечу. У нас, кстати, ещё какой-то ветерок тут дует на улице. Дома прям вообще невозможно. А на уличке прям ничего так. Несусь на почту. Ой, короче, как всегда с этими платёжками, блин. Мы уже там должники. Хотела через интернет заплатить. Но что-то там как-то вообще. Очень всё сложно. Ни хрена не понятно. А возможно оплатить. Всё, я поняла, как это всё делается. Но указана в платеже просто моя карта. Не имя плательщика. Ничего. Как-то это уж очень сомнительно всё. Нужно как-то поконкретнее это всё исследовать. Вот. А сейчас пока бегу на ближайшую почту. На новую. Новое место. Несусь. Мы вчера, кстати, сходили на фильм «Валерьян». Ну, ожидала я большего. Короче, такое. Вперемешку пятый элемент. С галактикой что-то там. Иду в больницу. Не знаю, слышно меня или нет, но настал момент истины. В общем, иду за направлением. Что мне там скажут? Дадут мне или нет его? Взяла с собой снимок. Всё как положено. Все документы, которые нужны. У нас сегодня так ветрено. Я в новых очках. Ну, вернее, они старые. С Сочи ещё. Кто ещё так ходит в больницу? Приходит, берёт талончик. Не в тот кабинет. Отсиживает своё время. Три часа. Потом тебе говорят, что ты попал не в тот кабинет. Ты, соответственно, идёшь в регистратуру. Выясняешь всё. И тебе дают снова талончик. В тот кабинет, который тебе нужно. Супер. Я лично хожу только так. Иду я только что. Впереди меня мальчик роняет тысячу. Стоят мужики. Ничего ему не говорят. Я ему показываю. Он так на меня посмотрел. Наверное, сначала не понял, что я хочу от него. А потом просто слышу крики такие. Я чуть не лоханулся. Хотите прикол? Я только что с больницы. Сейчас 5 вечера. И я с самого утра хожу по этой больнице долбанной. В итоге, еле-еле попав к врачу. Потому что до этого меня направили не туда, куда нужно. Я всё-таки попадаю к хирургу за направлением. В итоге она меня направляет не туда, куда мне нужно было. Я вот объясняю человеку. Ну вот что непонятного в предложении мне нужно направление в областную клиническую больницу номер 1. Она меня направляет в областную клиническую больницу номер 2. Короче, почему я хотела в областную клиническую больницу номер 1? Потому что мне один из подписчиков посоветовал. У него там знакомая лечилась. Короче, то 7-8. Я звонила им. Мне сказали, что они так не записывают на приём к врачу, не принимает врач. Хотя у него есть приёмные дни, но он принимает именно по направлению. Я уже задолбалась. Фу, ну это врач, она какая-то действительно тупая. Она в тот раз мне, когда мне нужно было на физиотерапию записаться, она физиотерапевту написала о том, что у меня поясничная травма. Хотя у меня копчиковая травма. Я просто сижу врачу, битые там 10 минут, объясняю, что у меня болит копчик, мне плохо, там то да сё. А она смотрит на меня и говорит, девушка, а у меня написано, что у вас с поясницей что-то. Я говорю, не может быть. Говорю, я сказала хирургу, рассказала всё то же самое, что и вам. Короче, наш хирург от Бога, наверное. Она какая-то сидит не от мира сего, я ей объясняю. Она сидит вот это вот, даже такое ощущение, как будто слушать не хочет. Ну хоть бы хоть раз повнимательней послушала, прислушалась, я не знаю, поработала хотя бы. Для чего сидеть? Лишь бы просто на отебись и написать мне бумажку. Короче, не поеду я завтра в эту больницу, потому что я прочитала перечень их услуг. В них не входит вообще копчиковое заболевание какое-то. Кости таза есть, но это не копчик. Бёдра, колени, локти, плечо, предплечье, стопы. Всё остальное на каких-то сосудах, гастроэндероскопия, короче, как-то так. Ой, как же это всё тяжело, господи, вот так вот. Не поняла, ты переспроси. Она сделала вид, что она меня поняла, что мне нужно, куда мне нужно, как мне нужно. И в итоге нахренячила, блин, направление, не пойми куда вообще. Сегодня целый день тупо убила на то, чтобы взять это долбанное направление. Хорошо живётся, да, да, да. Я смонтировала видос. Просто новости о моей жизни. И не могу его вывести никак до сих пор, уже два дня, понимаете. У меня выводится, вот, если вам видно, надеюсь, вам видно. Вот такое количество вывелось за два дня. Два, понимаете. Офигенная погодка. Просто оттас. О, боже. Я вышла погулять. Жесть. Повяжай уже, блин. А-а-а-а! О, боже. Я пришла как раз погулять в гуру, называется. До связи. Я не думала, что когда-нибудь буду вести репортаж из туалета. Это случилось. Я просто так намокла, так вымазалась. У меня просто всё до колен было в грязи. Пришлось мыть. Здесь мы покрасим в чёрном. Туалетный лук. Туалетный лук. Ну вот, почему. Ум.